Здравствуйте! Вы были недовольны ЕГЭ, так его отменят. И не думайте, что я играю словами. В России могут отменить ЕГЭ. Вот такая новость появилась 5 февраля на сайте Рамблера. И еще раз повторяю, не думайте, что я играю словами, когда говорят, что его отменят. Я очень скоро вам докажу, что его действительно отменят во возремом будущем. Такая новость, повторяю, появилась на Рамблере. Источником этой новости стал Сергей Собянин, который сказал, что очень скоро ЕГЭ будет заменен на электронное портфолио, так называемое. Дальше в этой новости он объясняет, что каждый ученик в течение своего обучения оставляет много так называемых электронных следов. Ну вот. В дневнике есть вся информация о каждом задании, которое делает школьник. Там детальные знания о том, чего он научился, каких результатов достиг. Кроме того, он добавляет, что там также есть информация о том, какие музеи, театры, технопарки, ходил этот школьник, какие у него достижения и где. Действительно, это так, если посмотреть в электронный журнал. На мой взгляд, уже одного только этого заявления достаточно, чтобы поверить в то, что ЕГЭ в скором времени исчезнет с лица земли русской и перестанет ее корежить. Ну потому что сделано оно не много, не мало, а целым мэром Москвы, который, в общем-то, является руководителем всех пилотных изменений в образовании. Ну, естественно, не своими руками, а руками своей шестерки и колены Исака Иосифовича, который проводит эти изменения каждый день в московском образовании. Но некоторые могут сказать, мол, это Баян, мы это все уже слышали, и не впечатляет. Не верим мы, что это случится. Хорошо, идем дальше. Переходим к другому сайту Вести образования, который 13 марта любезно предоставил нам новость «Портфолио вместо ЕГЭ». Автором этой новости стал Анатолий Рамонов, который выглядит вот так. О чем же эта новость? По сути, она об одном, что дискуссия на данную тему состоится 12 апреля в 15.00 на ВДНХ. Но тут есть и шелуха, которую немножечко интересно разобрать. О чем же эта шелуха? Цифровой след и большие данные. Говорится о том, что нужно учитывать этот цифровой след. О том, что школа сейчас потеряла монополию на образовании, и ребенок переходит в некоторую другую образовательную экосистему. Что он становится субъектом своего образования и сам выбирает свой образовательный маршрут. По-русски говоря, имеется в виду, что ребенок учит то, что хочет, и тогда когда хочет. И как только вы начинаете задумываться на эту тему и говорить, что позвольте, дети же ничего не хотят учить и никогда не хотят учить, и это нормальная ситуация. Вас тут же начинают пугать, что любая система, которая не учитывает внешние условия, какие интересны, то, что ребенок ничего не хочет, обречена на гибель. И тут же стараются подтвердить свои слова, естественно, каким-то абсурдным, идиотским способом, но стараются подтвердить. А в подтверждении находят такой якобы аргумент, что сейчас переход от корочек к портфолио – общемировая тенденция. Общемировая тенденция. Карл, они втирают нам какую-то дичь под таким соусом. Ты втираешь мне какую-то дичь. Но их это ничуть не смущает, и они продолжают. Предпоставщики образовательных услуг и работодатели предпочтут красному диплому доказательства приобретенных навыков. Ну, наверное, когда вы приходите работать, устраиваться на работу учителем физической культуры, вас заставляют пробежать стометров. Да? Далее. В рамках недели образования, и вот тут начинается уже самая суть, которую проводит Московский международный салон образования ММСО 12 апреля 2019 года, состоится эта самая дискуссия. И мы обязаны с вами просто узнать, что же это за ММСО. Ну, пойдем посмотрим. И вот он наш следующий сайт. Этот самый Московский международный салон образования. Такой пафосный, красивый сайт. Но пафосный и красивый. Давайте почитаем, о чем он. Что это такое? И тут написано. Московский международный салон образования. Крупнейшее мероприятие в сфере образования России. Мало ли что можно про себя написать. Скажете вы и будете правы. Ну, давайте посмотрим, кто же входит в руководство, в оргкомитет. А входит в него, посмотрите, обратите внимание, Катюков Миша, Васильева Оля и так далее и тому подобное. Поэтому внимательнее посмотрите, зайдите на этот сайт, почитайте эти фамилии, смотритесь в эти лица. И вы поймете, что это самый высочайший уровень из всех возможных. Ну, если только не сам президент приедет туда. Очень серьезно все оформлено. И если мы посмотрим на программу проведения, например, в 2016 году, потому что в остальных годах либо они не выкладывают этой программы, то, о чем они разговаривали, либо это искать долго. И в 2016 году, например, актуальная программа состояла в следующем. Разговаривали они на такие темы, профориентации, профессии будущего, что разве этот вордскилл сейчас не внедряется везде и повсюду, не начинается такого мракобесия, когда даже китскиллс начинается. Ну, то есть в ясках дети должны уметь прототипировать космические аппараты и так далее. Далее. Игровые технологии и маркетинг в образовании. Что этого нет? Что сейчас не забили всем ушей головы и всем этими играми в образовании? Мы не должны уже учить, мы должны играть с детьми постоянно и смотреть, чтобы им было весело. Об инклюзии и онлайн обучении. Что мы не видим того, как это реализовалось на практике? Мы все это прекрасно видим. Напоминаю, если вы забыли, что именно этот субъект, ММСО, или как там его, в оргкомитете которого находятся министры и так далее и тому подобное, двигает в реальности, в нашей реальности тему замены единого государственного экзамена на электронный портфолио. Ну и еще две вишенки на торт с официального сайта Минпросвещения России. Здесь есть новость, она нам не особо важна. В общем-то, о чем эта новость? Но она о культурном нормативе. Ну, якобы о том, как дети должны осваивать культурную программу. И каким образом. И в частности, здесь написаны очень интересные слова в самом низу. Что школьник на протяжении всего обучения должен посещать определенное количество музеев, театров, выставок, классической музыки, концертов и так далее. А сделать это можно будет не только реально. Ну, тут не говорится, но я вам от себя дополняю. Не столько реально, сколько виртуально, с помощью современных мультимедийных платформ. Ну, вот вам, пожалуйста, это одна вишенка. Вторая вишенка. Это нам тоже новости предоставляет такой портал российское образование. О том, что Путин поручил Кабмину РФ определить единственного исполнительного услуг по цифровизации школ. И сделать это нужно не когда-либо, а до 1 апреля 2019 года. Понимаете? Ну, то есть, процесс идет полным ходом. Что же мы имеем в итоге? В итоге ЕГЭ ждет более или менее печальная судьба. Либо его вообще отменят под предлогом новой цифровой концепции образования, ну и, соответственно, аттестации. Либо оставят только для тех, кто сам пожелал сдавать ЕГЭ, а не собирать электронное портфолио. Эти самые следы собирать, да? Ну, а если вы сами пожелали сдавать ЕГЭ, то никаких претензий к его уровню, простоте и адекватности быть у вас не может. Хотели? Мы вам оставили. Ешьте. Чем вы недовольны? Ну, и третий вариант. Либо введут какой-то переходный период. В что лично мне верится-то больше. Во время этого периода ЕГЭ еще будет действовать, но уже начнут учитывать, кто сколько и как наследил. И тут знаете, что обычно они начинают делать? Очень они любят лепить из нас идиотов. Они начинают говорить, ну вот опять вы ноете, вот опять вы недовольны. Вы ныли, что ЕГЭ вам плохо, что на ЕГЭ натаскивают, что ЕГЭ неадекватен, что это тест. А сейчас, когда мы предлагаем отменить вообще ЕГЭ, вы ноете о том, что не надо, что это плохо, что будет еще хуже. Потому что не надо делать из нас идиотов. Вы нам предлагаете выбрать из логики, которая лежит в рамках примерно таких. Плохое и еще хуже. Вы нам предложите логику в рамках плохое и хорошее. И мы вам скажем, что нам нужно хорошее. Что нам, конечно же, нужно откатить всю систему образования к ее советскому варианту. Естественно, с советским вариантом аттестации. И, естественно, конечно же, ее нужно апгрейдить, наводить косметический ремонт, используя современные технологии. Разве мы будем возражать против того, чтобы экзамены снимались на камеру? Да, конечно, нет. Потому что любой самодур, идиот, преподаватель может выкинуть какой-нибудь фортель. И родители вместе с ребенком должны иметь какую-то карту, какой-то козырь для того, чтобы избежать этого. Конечно же, мы за то, чтобы использовались глушилки на экзаменах. Более того, я вам скажу, что мы за новые технологии. И если вы поставите глушилки в каждой школе, если вы не хотите уж отбирать телефон и поставьте глушилки, все учителя будут только за, если телефон не будет работать у детей, которых вы превращаете в дебилов под предлогом внедрения новых технологий. За или против мы того, чтобы выходной экзамен из школы был равнозначен вступительному экзамену в институт? А это большой вопрос. Это нужно собирать действительно реальное педагогическое сообщество, спрашивать, сообщество будет между собой общаться. И новые технологии могут позволить это сделать. И что-то мне подсказывает, что педагогическое сообщество откажется, что оно выступит за то, чтобы разделить эти два экзамена. Но это, как говорится, вопрос. Ну то есть, мы за то, чтобы модернизировать работающую, качественную советскую систему образования при помощи новых технологий. А вы пытаетесь подменить понятие. Вы нам путаете цель и средства. Цель в том, чтобы апгрейдить хорошую систему образования при помощи новых технологий, которые являются средством. А вы на основе этих средств пытаетесь создать новую систему образования. И мы против этого, потому что вы втираете нам какую-то дичь. Дичь. Что же будет в результате перевода системы образования на такую систему электронного портфолио и отказа от аттестации, да, от классической, хоть в каком-то виде классической. А я вам скажу. Вы оглянитесь вокруг себя. Много вы видите кружков, секций, доступных репетиторов и так далее. Мало. Мизерное количество подобных вещей вокруг людей. Вокруг меня я живу, в Москве их очень мало. Потому что либо надо ехать далеко, либо платить дорого, либо времени у ребенка нет, либо желания и так далее, да. У меня я живу в Москве. Система образования Москвы уже на 40% сдала свои обязательства. Она отказалась учить на 40%. Что это значит? Это значит, что программы перегружены до такой степени, что их просто невозможно все освоить на пятерку, если ты не хочешь своего ребенка в гроб загнать. Это значит, что учитель на уроке не может твоему ребенку дать знания, потому что он не успевает. Или, например, потому что сейчас ребенка в жопу целовать надо, а никаким образом не принуждать к обучению. И, соответственно, дисциплина в классах отвратительнейшая. Начиная от того, что они в телефонах играют и заканчивая тем, что они ноги на стол кладут и плюют в сторону учителя. Как учитель может в таких условиях научить нормального ребенка, который хочет учиться? Я уж не говорю про этих, которых учитель тоже обязан каким-то образом учить, потому что это долг его. И вот и получается, что средний человек, такой как я, выбирает единственную доступную программу, так сказать, обучения. Это школьные предметы, которые проходятся дома. То есть сначала ребенок в школе как-то пытается это сделать, а потом дома, начиная от 4,5-5 часов общего количества времени, ребенок тратит с бабушкой, с дедушкой, с отцом, с папой на изучение этих предметов. Серьезно, мы проходим вместе со своим ребенком всю эту образовательную программу. И это при том, что какие-то предметы приходится еще и выбрасывать. Ну, в том плане, что там 4 и не нужно 5, там и 3 мы не будем ругать и так далее. Это первое. Второе. Нужно найти школу, в которой более или менее хорошая дисциплина и учителя относятся к старой гвардии, которые хотят учить детей. И третье. Естественно, мы определяем будущую судьбу ребенка, примерно представляем, какие у него склонности и нанимаем репетитора в соответствии с этими склонностями. И это сейчас мы так делаем. Это единственный выбор, если вы хотите дать нормальное образование своему ребенку. В условиях, когда школа отказалась на 40% от обучения детей. Что же будет, когда она откажется на 60%, когда она скажет, что никаких экзаменов вообще не будет, что у нас образовательное электронное портфолио, что чем хочешь, ребенок, тем и занимайся, мы найдем тебе применение. Вот такой вот хрен в учу. Вкручивают ребенку. Что же будет? Да он вообще перестанет учиться. Он в лучшем случае останется с каким-то таким поверхностным содержанием этого портфолио. Ну, знаете, типа 10 раз за все время его обучения в школе он зашел на какие-то сайты картинных галерей и прощелкал их. Вы что, козлы, хотите сказать, что он стал искусствоведом, что ли, после этого? Или что? Что его возьмут учиться на искусствоведа? А в худшем случае у него останется пустое образовательное портфолио. Потому что родителям не до этого. Они заняты тем, что работают на работе. У них вон и пенсии им отменили, и налоги кучи, денег нет и так далее. Родители не могут просто следить за своими детьми. Соответственно, и претензий предъявить никому будет нельзя. Потому что это же образовательная, индивидуальная траектория. То есть та, которую ты сам выбрал. Это твое право. Это уже не обязанность, оказывается, государство учить всех детей. Это твое право. Не хочешь – не учись. Но только и претензий предъявлять теперь не надо никому. Вы смотрели канал Раковое образование. До свидания.